В этот день мы просыпаемся в отеле, завтракаем и едем на матч. Ну и второй матч, да, второй год подряд. Шестой, насколько я помню. Третий, третий, да. Был в прошлом году, позапрошлым не был. И позапозапрошлым был. Мне нравится атмосфера, вайп сам, потому что все звезды нашего российского баскетбола и кто приближен к этому, все участвуют. И это такое невероятное зрелище. И всегда приятно смотреть, когда на такой дружественной ноте все это делают. И просто классно, что российский баскетбол у нас развивается. Любимые игроки из Пармы всегда есть. В том году, например, стал Малик Диме, MVP. Нынче у нас три игрока из Пармы. Ждем от них достижений. Знаковый? Так вот он, наверное, так и называется. Знаковый день для меня. Блин, ну это... Наверное, к чему я шел всю жизнь, наверное, долго. И вот его я пришел сюда. Вот этот день. Если честно, я думал, он будет, наверное, чуть внутри, когда в раздевалке будет там... А все серьезно настраиваются, как в настоящую игру. Кого-то пришли биться сегодня. Хотя, наверное, тренер у нас настроил, сказал, что нужно победить. Но это секрет. Пригласили от Кинопоиска нас, так как мои поединки, где я выступаю на высоком уровне по армлестингу, показывают на Кинопоиске. И они пригласили меня сюда, чтобы посетил такой прекрасный матч и посмотрел на величайших спортсменов. Игроки очень красиво играют, очень впечатляющие. Конечно, по телевизору у нас совсем другое. Вживую это по-другому все выглядит. Каждый матч, сколько бы их ни было, навес золота и для меня праздник и гордость. Так что изменений, в принципе, много, но и по организационным. И вещей много добавилось, и цвета каждый раз меняются. И зрителям нравится, вот посмотрите, сколько в игровых джерси людей на трибунах. Так что спасибо большое, Лига, что устраивают такие праздники. Для всех, прежде всего, для нас и, конечно же, для зрителей. Наверное, все-таки основной идеей Лиги ВТБ много лет является расширение аудитории. А расширять аудиторию можно только идеями, которые не связаны с баскетболом. Это, ну, как бы константа у нас. И поэтому мы все время на какую-то аудиторию претендуем небаскетбольную. И, как нам кажется, эта аудитория нас увеличит за счет того, что мы делаем какие-то вот культурные истории. Истории баскетбола, истории с Ромео и Джульетто. Это как раз та площадка, где можно это пробовать. А потом тихонько переносить и на официальный матч. Потому что у нас есть тайм-ауты, есть двухминутные перерывы, там все паузы. Можно говорить о том, чтобы народ не только здесь на матче звезд. Очень важно, чтобы наши клубы смотрели и притягивали народ к себе на арены.